Помимо Сейфа Ибн Умара, он говорит эту историю, что еще три человека. Кто такие три человека? Это Аммара Духни от Абу Туфейла, это Язид Ибн Вахаб, который на самом деле является Зейдом Ибн Вахабом. И третий человек, кто это? Это Зейд Ибн Вахаб тот же самый. Или нет? Или Салама Ибн Шоба? Зейд Ибн Вахаб передавал Салама Ибн Шоба? Ну, я не знаю, как это прокомментировать, как вообще можно это без... как это мягко прокомментировать, я не знаю. Итак, на этом он все закончил. Далее будет говорить, приводить шиитские источники, как он утверждает, якобы шиитские источники, которые мы также разберем. Но прежде этого давайте разберемся с тем, кто такой Абдулла Ибн Саба. Давайте прольем свет на следующий вопрос, прежде всего. Мы не отрицаем существование Абдулла Ибн Саба. Это во-первых. Мы не отрицаем существование Сабаитов. Но мы говорим следующее. Мы говорим, что Абдулла Ибн Саба не был иудеем. Абдулла Ибн Саба был сподвижником посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Абдулла Ибн Саба не был человеком, который принял ислам во времена Усмана. Нет, он был мусульманином и во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Он не был евреем, он не был иудеем, он был арабом. Абдулла Ибн Саба – настоящий, реальный личность, которого изменил Сейф Ибн Умар. Это, кстати, качество и особенность Сейфа Ибн Умар. Он брал реальные фигуры исторические и их изменял. Лепил из них что-то другое, в свою угоду. Мы, иншаллах, в будущем, когда будем разбирать истории Сейфа Ибн Умара, мы об этом также поговорим. Вы увидите, что он реальные фигуры изменяет и превращает их в легенду. Например, Халид Ибн Мульджам. Как вы думаете, кто такой Халид Ибн Мульджам, о котором рассказывает часто Сейф Ибн Умар? Это Абдул-Рахман Ибн Мульджам, убийца Алибн Абиталиб, алейхи ва салям. Но Сейфа Ибн Умару, этому лжецу, этому патологическому лжецу, нужно было называть его Халидом, а не Абдул-Рахманом. Ну и так далее. То есть Абдулла ибн Саба тоже есть такая реальная историческая фигура. Причем не маленькая историческая фигура, очень значимая, большая историческая фигура. Это был сподвижник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Который, когда Алибн Абиталиб, алейхи ва салям, пришел к власти, стал халифом, он восстал против Алибн Абиталиб, алейхи ва салям, и воевал против Алибн Абиталиб, алейхи ва салям, и был убит, отправлен в ад. Этот сподвижник, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, был отправлен в ад. Алибн Абиталиб, алейхи ва салям. Итак, его настоящее имя это Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби, это его настоящее имя, то есть это непосредственно его имя. Вот в книге Аль-Исаба, Фитамьиз Сахаба, Ибн Хаджара Ас-Калани, вот пожалуйста, это Дар-Ульджейль, Бейрут, 1412 года, по хиджри, 8 томах, это 5 том, страница 100, страница 100. Под номером 6364 приведен некий человек по имени Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби, мин бани Расиб ибн Малик, ибн Мидан, ибн Малик, ибн Наср, ибн Азд, так, лаху и дракун, что он является сподвижником. Но это вообще сборник сподвижников, если кто не знает, что это за книга, ибн Хаджар Ас-Калани, это Аль-Исаба, это сборник сподвижников посланника Аллаха, то есть он перечисляет сподвижников его светлости посланника Аллаха, в числе которых Абдулла ибн Вахаб, который является одним из сподвижников. Этот человек был главой хариджитов, то есть это главный хариджит во время битвы на Храван. Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби был их лидером, лидером хариджитов при Нахраване. Ибн Аз-Исаба, ва кана аджабан фи касрати либада, хата лақиба за сафинат, что он был очень удивительным богомолцем, то есть он очень невероятно поклонялся Богу, у него было поклонение невероятно до того, что его назвали Дзус-Сафинат. Зус-Сафинат, то есть человек, который покрылся мозолями, то есть он настолько много поклонялся, что покрылся весь мозолями, лоб, руки и так далее, колени, все было в мозолях от поклонений, от земного поклона и так далее. Это Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби, который был сыном Малик, который был сыном Мидана, Мидан был сыном Малик, Малик был сыном Насра, Наср был сыном Азда. И другая книга Агдульфарид, давайте здесь также посмотрим, кто это такие, что это за люди такие. Бану-Расиб, это Агдульфарид, ибн Абдирабби, Андалуси, восьми томах, Дару-Л'Кутуб-Ильмия, первое издание, 1404 года по хиджре, третий том, 335 страница. Бану-Расиб, кто такой Расиб ибн Малик, ибн Мидан, ибн Малик, ибн Наср, ибн Азда. Итак, это был человек Абдулла ибн Вахаб из потомства Азда, который был отцом Насра, Наср, который был сыном Малика, который был отцом Мидана, который был отцом Малик, который был отцом Расиба. Так, это Абдулла Ибн Вахаб, лидер Харыджитов, которого убил Алибн Аббитальба, алей-салат ва салам, при Награване. Третий том, 335 страница. Но это все известные истории, я всего лишь хочу подчеркнуть, потому что я так понимаю, что наш Абдулла Кастыгский крайне неграмотный человек, и в этих вещах не разбирается, приходится все это по крупицам собирать и разжевывать, и его слушатели в том числе такие же, ну не то чтобы такие же, они наверняка хуже расслушивают такого человека. Итак, Ал-Алам Аз-Заркали, Ал-Алам Аз-Заркали, это Дар-Уль-Ильм, Лил-Мала-Ин. Итак, 5-е издание, 1200, прошу прощения, 2002 года, 4-й том, 143-я страница. Итак, кто такой здесь рассказывается, на этой странице рассказывается про Абдулла Ибн Вахаб, Ар-Расиби. Вот, Абдулла Ар-Расиби. Кто такой Абдулла Ар-Расиби? Абдулла Ибн Вахаб, Ар-Расиби, Мин Аль-Азд, Мин Аиммати Абадия. Является одним из имамов хариджитов. Абадиты, Ибадиты это хариджиты, которые существуют и на сегодняшний день в том числе существуют. Итак, Ибн Ахаджар Аль-Аскалани, Тапсир Аль-Мунаббах, это Мактаба Тул-Ильмия в 4-х томах, это 2-й том, 715-я страница. На этой странице Ибн Ахаджар Аль-Аскалани говорит про сабаитов. Кто такой сабаиты? Та-Ифатун. Он говорит, это группа. Минхум Абдулла Ибн Вахаб Ас-Саба'и. Одним из которых был Абдулла Ибн Вахаб Ас-Саба'и. Абдулла Ибн Вахаб Ас-Саба'и, то есть этот хариджит был одним из этих сабаитов. И другие также входят в эту группу, то есть в это племя. Это племя, Та-Ифатун. То есть это племя. Что за племя, мы всё это разъясним, мы постепенно идём к нашему результату. Абдулла Ибн Хубейра Ас-Саба'и. Абдулла Ибн Хубейра также является сабаитом и так далее. Это вот что говорит Ибн Ахаджар Аскалани в Тапсир Аль-Мунаббах. Итак, это книга «Ансабуль Ашраф Белазури». «Аль-Белазури Ансабуль Ашраф». Итак, это «Дар-Уль-Фикр» Бейрут. Первое издание 1996 года в 13 томах. Этот второй том, который мы приводим, был издан в 1974 году. Итак, это второй том, 382 страница. Белазури приводит историю. Историю сабаитов. Итак, здесь Белазури приводит следующее. «Ва Амма» «Худжр Ибн Ади Аль-Кинди» «Ва Амру Ибн Хамиг» «Ва Абдулла Ибн Вахаб» То есть это группа людей из четырёх человек. «Аль-Хамдани» «Абдулла Ибн Вахаб Аль-Хамдани» Кто такой? «Ва Ахва Ибн Саба» «Абдулла Ибн Вахаб» «Вахаб» — это тот самый Ибн Саба. То есть Абдулла Ибн Саба. Почему его называли Ибн Саба, мы всё это разъясним. Пока не спешите. Всё постепенно. Итак, группа из нескольких человек. Все эти люди являются сабаитами. Все эти люди являются сабаитами. То есть Худжир ибн Адий — сподвижник, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва апсалам. И второй сподвижник — это Абдулла Ибн Вахаб, и Амру Ибн Аль-Хамик, и Хубба Ибн Джуэйн. Всё это сабаиты. Но Белазурии, здесь говорит Абдулла Ибн Вахаб, аль-Хамдани, это тот самый Вахуа Ибн Саба. Итак, что с ними? «Фаиннахум атау алиян алейхиссалам фасалуху ан Абибакир ва Умар» Это люди, эти люди пришли к Али ибн Абитальб, алейхиссалат ва салам, чтобы спросить его мнение про Абу Бакра и Умара. Но это не важно. Здесь мы видим, что Балазури подчеркивает, что Абдуллах ибн Вахаб это тот самый Ибн Саба. То есть не тот самый, естественно. То есть Абдуллах ибн Вахаб это Ибн Саба. Итак, мы до сих пор выяснили, что был человек по имени Абдуллах ибн Вахаб, которого называли Сабаитом, которого называли Ибн Саба, который был хариджитом и злейшим врагом Али ибн Абитальб, алейхиссалат ва салам. Первое издание 1418 года по хиджри в четырех томах. Это четвертый том, страница 189. Говорит следующее. Каме фи заманихи ради Аллаху аен, что во времена Али ибн Абиталиба, алейхиссалат ва салам, восстал Абдуллах ибн Вахаб ибн Саба. Поднял восстание Абдуллах ибн Вахаб ибн Саба. Что за Абдуллах ибн Вахаб ибн Саба? Известен как Ибн Сауда, то есть восстал Абдулла ибн Вахаб ибн Саба, который известен как Ибн Сауда, и также как Ас-Сабаи, Сабаид. Поэтому Ибн Сауда это Абдулла ибн Вахаб, хотя не только он, но один из Ибн Сауда это Абдулла ибн Вахаб, как мы видим. То есть Абдулла ибн Вахаб, это Ибн Саба, Ибн Сауда и так далее. Аль-Ансаб лис-сама'ани. Мазильс Даиратул Ма'ариф, Аль-Усмания, Хейдар Абад. Издание первое, 1962 года в одном томе. Хотя здесь в 13 томах. В 13 томах здесь ошибка. В 13 томах это том 7, 46 страница. Итак, здесь разъясняется понятие Сабаид, кто такие Сабаиды. И также говорится про Ибн Вахаба, Абдулла ибн Вахаб. Ибн Вахаб Ас-Сабаи. Ибн Вахаб Сабаи, то есть Абдулла ибн Вахаб Ас-Сабаи, Раису Лхаварич. Глава Хараджитов. Итак, Аль-Икмал, Фи-Раф-Иль-Иртияб, Ибн Макула, Дар-Уль-Кутуб-Иль-Мия. Издание первое, 1990 года, в 7 томах. Здесь говорится, Ва Абдулла ибн Вахаб Ас-Сабаи, Раису Лхаварич. Абдулла ибн Вахаб Сабаид, лидер Хараджитов. Итак, мы видим, что огромное количество людей говорят о том, что Абдулла ибн Вахаб – это Сабаид. Его называли Сабаидом, что некоторые говорят, что он был Ибн Сауда, Абдулла ибн Вахаб – злейший враг Алибн Абиталиб, алей-салат вассалам, проклятый человек, который был убит его светлостью Алибн Абиталиб, алей-салат вассалам, в Нахараване. Этот человек есть Ибн Сауда. Это Сабаид. Сабаид и Ибн Сауда – это Абдулла ибн Вахаб, который также называется Ибн Саба. То есть Абдулла ибн Вахаб – это тот же самый Ибн Саба. Но почему его называют Ибн Саба? Почему Ибн Саба? Дело в том, что есть жил, есть такая историческая фигура по имени Саба ибн Яшджуб. Саба ибн Яшджуб был араб из Йемена, Йеменский араб, который был правителем, который был царем. И об этом человеке есть сура, целая сура в священном Коране. То есть сура Саба именно про этого человека. И царица Савская во времена пророка Сулеймана, алей-салат, Саба – это потомица этого человека. И вообще потомки Саба ибн Яшджуб правили в Эфиопии и правили в Йемене. То есть это была династия царей и королей во времена невежества, во времена Джахилии. То есть до ислама среди арабов были эти цари. Из рода Саба ибн Яшджуб. «Ал-А'лам-Лиз-Заркали» «Ал-А'лам-Лиз-Заркали» – это то же самое издание, «Дару-Л-Ильм-Лил-Малайин» 2002 года, 3-й том, 76-я страница. Так, Саба ибн Яшджуб. Вот, пожалуйста. Его дедом был, прадедом был Кахтан. Саба ибн Яшджуб – это араб. «Мин кибар и мулю киль Йемен» Что он был одним из правителей Йемена «филь-джахилия тиль-Ула» Что в ранний период невежества, в ранний период Джахилии. «Кил асмуху Абду Шамс» «Ва кил Амир» Некоторые говорят, что его настоящее имя – это Абду Шамс. Некоторые другие говорят, что его на самом деле звали Амир. Почему его назвали Саба? Здесь имеется… Саба – это вообще оскорбляющий или оскорбленный. Саба – это многооскорбляющий или многооскорбленный. Некоторые утверждают, что это был первый человек, на которого стали наговаривать и оскорблять. Некоторые другие говорят, что его Саба начали называть, потому что он оскорблял пророков. Например. Здесь имеется разногласие. Заркали говорит, что все его потомки называются Сабаитами. Потомки Саба ибн Яшчуба называются Сабаитами. Сабаиюн. Ибн Хазм также приводит очень важную информацию. Обратите внимание. Хотя эту информацию мы почерпнем из других книг также. Итак, кто такие сыновья Азда? Это Джумхурат в ансабль араб, принадлежащая Куртубе, ибн Хазм Куртубе. Дару л-Кутбе л-Мия, Бейрут, издательство Дару л-Кутбе л-Мия. Первое издание, 1983 года. Издание в одном томе. Итак, сыновья Азда, это сыновья Азда ибн Говса, ибн Набата, ибн Малика, ибн Зейда, ибн Кахлана, ибн Саба. Саба, который тот самый. У Азда было несколько сыновей. По имени Наср, Мазин, Амру и так далее. Эту разослово необходимо запомнить. Это нам очень важно. И далее, на другой странице этой же книги, то есть на 386 странице, мы сыновей Мидиана обнаружим. Мидиан, сыновья Мидиана, это сыновья Мидиана ибн Малика, ибн Насра ибн Азда, то есть того самого Азда. Валада Мидиан ибн Малик, Малик ибн Мидиан, то есть у Мидиана был сын по имени Малик. У Малика был сын по имени Расиб. Помните, Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби? Почему? Потому что Абдулла ибн Вахаб был потомком того самого Саба ибн Яшчуба. Из рода, был из рода Азда, Расиб ибн Малик. То есть у Мидиана, который является одним из потомков Азда, вот, пожалуйста, был сын по имени Малик. У Малика был сын по имени Расиб. И из рода этого Расиба, то есть из рода Саба ибн Яшчуба, того самого царя, известного царя, который создал царство на территории Эфиопии и на территории Йемена. И именно из этого рода был этот Хариджит, этот плохой человек, Абдулла ибн Вахаб, который в том числе был сподвижником посланника Аллаха, как мы увидели ранее. Имеется предание о том, кто такой Саба, опять-таки, мы всего лишь в подтверждение это приведем, о котором неоднократно упоминается в священном Коране. Есть целая сура, названная его именем, и также имеется аят, в котором, говорится, я привел сообщение, весть от Сабы Сулейману, то есть дошла весть от Сабы Сулейману. Кто такой этот Саба? Спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Это Сунан-ут-Тирмизи, пятый том, страница 336-337. Хадис относительно этого высказывания. Обратите внимание. Некий человек спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, о посланник Аллах, что такое Саба? Это какая-то местность или это имя какой-то женщины? «Посланник Аллах, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, сказал, что Саба – это не местность, и это не женщина. А что это? Это мужчина. «От которого произошли 10 арабских племен». То есть большая часть арабов, очень значительная часть арабов произошла именно от этого мужчины. Минал-араб. «Фатайамана минухум ситта» Из этих 10 племен, 6 из них отправились в Йемен, «ва ташаама минухум арбаа», а 4 из них отправились в сторону Сирии. «Фааммал-ладийна ташааму», а те, которые отправились в сторону Сирии, «фа лахм, ва джизам, ва гассан, ва амила». То есть это были 4 племени. «Лахм», «джизам», «гассан» и «амила». Эти 4 племени, которые произошли от этого человека по имени Саба, отправились в сторону Сирии. «Ва аммал-ладийна таяаману», а те, которые отправились в Йемен, «фа азды». «Азды». Помните «азды»? Мы уже говорили, вы должны это были запомнить. Это были «азды», племя «азды». Это было племя «ашариюн», «ашари», «ва химьяр», «кинда», «кинда», «запомните». Это тоже важно. «Аль-Азда», «запомните». «Кинда», «запомните». Эти племена. «Ва мазихидж», «ва анмар». В этом предании говорится. «Кинда», «мазихидж», «анмар», «Аль-Азда», «Аль-Ашари» и «химьяр». Все эти племена были от Сабы, произошли от Сабы и отправились в Йемен. Здесь нам нужно запомнить следующие племена. Это Азд, Кинда и Мазахидж. Мазахидж, Кинда и Азд. От Азда произошел такой человек, как Абдулла ибн Вахаб. И как мы увидели ранее, что всех сыновей Саба ибн Яшчуба называли Сабаитами. Все эти племена являются Сабаитами. Для нас важную роль играют Кинда и Мазахидж. Мазахидж, Кинда и Азд. Эти три племени, которые отправились в Йемен. И в конце Тирмизи, после того, как приводит это предание, говорит Каля Абу Иса, Ада Хадисун Хасанун Гариб. Что это хороший, но малоизвестный хадис. Хороший, но малоизвестный хадис. Итак, до сих пор мы разобрались с одним очень важным вопросом. Сабаиты это потомки Саба ибн Яшчуба, царя. Царя Йемена, который построил. Если вы посмотрите, в интернете много информации про этих царей, савских царей. Их на русском языке называют савскими царями. Царица савская, например. Б меняют на В на русском языке. Савская, царство, например. Если вы посмотрите, они были немножко темнокожими. То есть они отличаются, эти племена, произошедшие от Саба ибн Яшчуба, они отличаются немножко от остальных арабов. Тем, что они немножко темные, темнокожие немножко. Возможно, это по причине того, что они правили Эфиопией, и, возможно, какое-то смещение произошло. Не то, что возможно, наверняка это смещение произошло. Итак, Сабаиты, мы, во-первых, выяснили, что Абдулла ибн Вахаб – это тот самый Ибн Сауда, это тот самый Ибн Саба, это Абдулла ибн Вахаб ас-Сабаи. Это во-первых. Во-вторых, выяснили, что Сабаиты – это в первую очередь потомки Саба ибн Яшчуба. Почему мы это говорим? Потому что здесь произошла очень большая путаница после того, как Сейф ибн Омар выдумал свою легенду. После того, как Сейф ибн Омар придумал свою легенду, последующие поколения полагали, предполагали, то есть им, они так понимали предыдущие сообщения, везде, где говорилось Сабаиты, везде, где говорилось Сабаиты, они толковали это как последователи Абдулла ибн Саба. Хотя это не так. Почему? Потому что Сабаиты – это были люди, которые произошли от Саба ибн Яшчуба. И Абдулла ибн Саба здесь также произошла путаница, потому что Абдулла ибн Вахаб, Абдулла ибн Вахаб а-Расиби, из потомства Азда, потому что он был из потомства Саба ибн Яшчуба, его также назвали ибн Саба. Его назвали ибн Саба. Его также назвали ибн Сауды. Я не знаю, почему ибн Сауды назвали, я эту информацию не нашел. Здесь, наверное, нужно подчеркнуть, что Ибн Сауда – это сын чернокожий. Это не имя. Ибн Сауда – это оскорбительное высказывание. То есть, если хотели человека оскорбить, говорили, что он сын чернокожий. В особенности, если в его роду была чернокожая женщина. Как, например, у Умара Ибн Абдул-Вахаба. Дело в том, что отец Умара, бабушка Умара Ибн Аль-Хаттаба была негритянкой, согласно сообщениям, преданиям. То есть, отец Умара, Умара Ибн Аль-Хаттаб, Хаттаб произошел от чернокожей. То есть, матерью Хаттаба была чернокожая эфиопская женщина. И поэтому Умара Ибн Аль-Хаттаба называли Ибн Сауда, то есть, сын чернокожий. Это оскорбительно, то есть, это не является констатацией факта. Арабы это использовали, чтобы принизить человека, чтобы унизить его, сказать, дать ему понять, что он не из благородного арабского рода и так далее. Вот, например, книга Аль-Мхаббар Абу-Джафр Аль-Ба'дади «Дару л-Афаq al-Jadida» в одном томе. Это 306-я страница. Здесь Абу-Джафр приводит тех арабов, которые произошли от чернокожих, произошли от негритянок. И обратите внимание, Аль-Хаттаб ибн Аль-Нуфейль. Хаттаб, то есть, отец, Хаттаб ибн Аль-Нуфейль, то есть, отец Умара ибн Аль-Хаттаба, произошел от чернокожей. Его матерью была чернокожая. И далее он приводит, Что саббит ибн Аль-Хаттаба, чтобы принизить Умара ибн Аль-Хаттаба, говорил, о сын чернокожий, ибн Аль-Сауда. Видите, то есть, ибн Аль-Сауда, это не имя, это оскорбительное высказывание у арабов. Пусть один из вас не издевается над другими из вас, возможно, он лучше его. То есть, Абу-Джафр утверждает, что этот аят был неспослан правом Аль-Хаттаба, когда его назвали сыном чернокожий, оскорбляя его таким образом. Точнее, когда саббит ибн Гей из Аль-Ансари так и его называл. Таким образом, мы из всего этого видим, что ибн Аль-Сауда – это не имя, чтобы где-то в истории обнаружить человека с этим именем. Это оскорбительное высказывание в отношении человека, в роду которого имеется чернокожая женщина. Это использовалось у арабов таким образом. Но в любом случае, Абдулла ибн Вахаб ар-Расиби мы объяснили, что по мнению многих, это тот самый ибн Сауда, это тот самый ибн Саба, Абдулла ибн Саба и так далее. И мы обнаруживаем, что для этого есть ясное и логичное объяснение. Почему? Потому что он был потоком Саба ибн Яшчуба. Это у арабов очень часто, допустим, ибн Хашим говорили. Арабы – Хашимидом. Допустим, Абу Талиба назвали Ибн Хашимом. Его светлость – посланник Аллаху, салалаллаху алейкум, ибн Хашимом назвали. Или же тот же самый ибн Теймия. Разве отца Ахмада звали Теймия? Нет. И Теймия был его предком. Это не его отец, то есть это его дед. У арабов это распространенное явление. Говорить сын такого-то и назвать имя деда. То есть это распространенное. И мы также выяснили, кто такой Сабаиты. Сабаиты это потомки Саба-Ибни-Яшчуба. Итак, здесь причиной того, что начали путать потомков Саба-Ибни-Яшчуба, то есть как родословную, как целое племя, с каким-то религиозным убеждением, в первую очередь причина была в том, что Сейф Ибн-Омар выдумал эту историю. И после того, как он выдумал историю, люди начали называть Сабаитами последователи этой несуществующей религии, несуществующего учения и несуществующего течения, несуществующей секты. Секта Абдулла ибн Саба. Абдулла ибн Саба, как иудей, Абдулла ибн Саба не передал ни одного предания. Это Ибн Хаджар Аскалани в Лисану-ль-Мизане ясно и четко говорит, что от него нет вообще ничего, у него нет никаких слов, он ничего не передавал никогда. Но это, конечно же, удивительно и странно. Почему? Как это человек, который обучал религии и проповедовал какое-то сектанство, как это от него нет никаких преданий. Это довольно-таки удивительно. Таким образом, после того, как Сейф ибн Омар выдумал эту историю, последующие поколения приписывали все предыдущие сообщения о Сабаитах этому Абдулле ибн Саба, выдуманному Абдулле ибн Саба из Йемена и иудею. То есть, в первую очередь, причиной этой путаницы был рассказ и легенда Сейфа ибн Омар. Но не только это. Сейф ибн Омар был, видимо, очень хитрым человеком и выдумывал он не просто так. То есть, он очень хитро сплетал все. Дело в том, что Сабаиты, потомки Саба ибн Яшчуба, поселились те еменские, именно еменские. Еменские сабаиты поселились позже в Куфе. Их было очень много. Ну, куфийцы были, как мы все прекрасно знаем, были военными. Это был военный город, а еменские еменцы, они были довольно-таки боеспособные люди все времена. Всегда были воинами еменцы. Они поселились в Куфе. Потом, когда Алибн Абдулле ибн Абдулле стал халифом и перенес столицу из Медина в Куфу, то эти сабаиты, то есть потомки Саба ибн Яшчуба, которых называли сабаиты, как мы увидели. Эти сабаиты стали шиитом. То есть это были шииты. Среди них было очень много сабаитов. Среди шиитов, среди сторонников, если хотите, среди сподвижников, если хотите, его светлость. Алибн Абдулле ибн Абдулле, самые выдающиеся сподвижники его светлой Алибн Абдулле, были из рода Саба ибн Яшчуба. И как следствие их называли сабаитами. Ну и в их числе самый известный из них, конечно же, это Аммар ибн Ясир. Аммар ибн Ясир, сподвижник посланника Аллаха, тоже является потомком Саба ибн Яшчуба. и которого также назвали сабаитом. Обратите внимание. Итак, это Си-Ар-А'лау-мин-Нубаля, Муассет-Ур-Ресале, издательство, третье издание 1985 года, первый дом, первый том, 406-я страница. Так вот, под номером 84, это Шамсуддин Захаби, если кто не знает, Си-Ар-А'лау-мин-Нубаля. Приводит Аммар ибн Ясир, ибн Амир, ибн Малик, ибн Кинана, ибн Гейс, ибн Вазим. Аммар ибн Ясир, который был сподвижником. Кто является предком Аммара ибн Ясира? Это Саба ибн Яшчуб, ибн Я'руб, ибн Каhtан. Саба ибн Яшчуб был, из этого рода был в том числе и великий сподвижник, посланник Аллаха, салаллаху алейхи, аммар ибн Ясир. Который, кстати, был убит войском Муавии, был убит Муавией. Он был шиитом, вне всякого сомнения, был шиитом аммар ибн Ясир. Был из его ближайших сподвижников, из величайших его сподвижников, был убит Аммиядами, был убит Муавией. И, как мы увидели, он был потомком Саба ибн Яшчуба, и как мы уже узнали ранее, он был сабаитом. То есть, так как он был потомком Саба ибн Яшчуба, он был сабаитом. Потому что мы ранее прочитали, что всех потомков Саба ибн Яшчуба называют сабаитами. Это для них, возможно, какая-то гордость или еще что-то, но в любом случае их называют сабаитами. Так вот, аммар ибн Яшчуба – злейший враг лицемеров, злейший враг Муавии, лицемеров, потому что он был знатоком лицемеров, злейший враг Муавии является сабаитом. Это раз. Второй. Худжр ибн Ади, Худжр ибн Ади Аль-Кинди. Это также с Ярл Амин Нубела, то же самое издательство, третий том, 462-я страница. Худжр ибн Ади также является одним из выдающихся сподвижников его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам, и он из рода Кинда. Он из племени Кинда. Помните, мы приводили ранее из Суннани Термизы, что Кинда – это одно из племен, которые произошли от саба ибн Яшчуба. Кинда. Но я не буду далее разбирать, потому что мы и так долго говорим. Худжр ибн Ади также является сабаитом. Помимо того, что он является сабаитом, он является выдающимся сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам, и более того, является одним из верных шиитов и последователей и, что очень важно, врагом Амиядов. Он был также убит Муави ибн Абисуфьяном. Был врагом лицемеров, был врагом Муави ибн Абисуфьяна и был убит. Он и его группа, его окружение, его сподвижники, его помощники, его люди были убиты. Мы, помните, ранее читали, что ибн Худжри ибн Ади, Абдулла ибн Вахаб ибн Аль-Хамиг и так далее пришли к Алибн Абиталибе, алейхи ва салам, чтобы спросить его об Абубакре и Умаре. Все это были сабаиты. То есть, Худжри ибн Ади является сабаитом, и его группа являлась сабаитами. То есть, мы видим, что образовывается целая группа людей, которые были сподвижниками ишиитами Алибн Абиталибе, были из рода саба ибн Яшчуба и как следствие называли сабаитами, и которые враждовали с лицемерами, враждовали с Муави ибн Абисуфьяном, и многие из них были убиты амиядами. И далее племя Наха Малик ибн Аль-Харис Аль-Аштар Малик Аль-Аштар известный как Аль-Аштар. Это Аалам Аз-Заркали, то есть, это предыдущее издательство, 8 том, 14 страница. Обратите внимание, здесь говорится про племя Аль-Наха. Аль-Наха это тоже племя из племен, произошедших от саба ибн Яшчуба. То есть, это одно из племен, которое произошло ибн Яшчуба. Бануху здесь сказано, то есть, Джадду Джахлию Ямани, то есть, Исмуху Джаср, что Анаха, его настоящее имя было Джаср, был сыном Амро, был сыном Улла, Амро был сыном Улла, Улла был сыном Джалда, ибн Малик, ибн Адада. Джаддун Джахлию Ямани, то есть, он был из Йемена во времена Джахлии, Бануху Кабилятун Кабирятун Миналь Мизхадж. Помните, Мизхадж мы также приводили, что это одно из племен, произошедших от саба ибн Яшчуба. Так, то есть, мы видим, что Наха, племя Наха произошли от Мизхадж, Мизхадж, это племя, которое произошло от саба ибн Яшчуба и отправилось в Йемен. Мы прочитали это все на интервизе, я повторять не буду, просто, чтобы не затягивать время. что они остановились в Йемене, то есть, представители этого племени Аннаха остановились в Йемене. Но некоторая часть этого племени переехала в Куфу во время, когда был уже Ислам, во времена Ислама. То есть, мы видим, что Нахаиты также были в Куфе, а Куфа, как мы знаем, это шиитский город, это город, куда перенес столицу Алибин Аббетальба, а.С. это сторонник Алибин Аббетальба, а.С. враги Муавии и так далее, и так далее, и так далее. Тоже сабаиты. сабаиты. И что важно, один из важнейших представителей этого племени и глава этого племени во времена Алибин Аббетальба, а.С. в Куфе это Малик ибн ас-Аштар. Вот здесь приведено. То есть известный представитель этого племени, одним из них является Малик ибн Аль-Аштар. Один из важнейших представителей этого племени, то есть Сабаид Малик ибн Аль-Аштар, также является Сабаидом, является шиитом и тоже убит Муавией. Когда Аль-Аштар назначил Малик, назначил правителем Египта, то он был отравлен Муавией, тоже враг Муавии. Помимо этого, из этого племени также Кумейли бен Зеид, Зеид. Ну здесь Зеид написано, на самом деле его созвали Зеид. Кумейли бен Зеид, тоже один из ближайших и выдающихся шиитов, из подвижников его светлости, Аль-Абин Абиталь Балей-Сатусом, тоже Сабаид, потому что из племени Наха, тоже Сабаид. Итак, мы из всего этого обнаруживаем очень важную информацию, заключающуюся в том, что шиит, очень многие шииты, выдающиеся представители шиизма того времени, были Сабаиды. И Сейф ибн Умар не просто так придумал Абдулла ибн Саба. Почему? Потому что он хотел дискредитировать всех этих людей. Он хотел дискредитировать Худжра ибн Ади. Он хотел дискредитировать Аммар ибн Ясира. Он хотел дискредитировать Малика Аль-Аштара. Он хотел дискредитировать Кумейли ибн Зиада. И всех этих людей, последователей Али ибн Абиталь Балей, Салат Ва Салам, и врагов Муавии. Именно поэтому он выбрал такую фигуру. То есть он выбрал Абдулла ибн Вахаба, реальную фигуру. Не просто выдумал полностью, то есть он не все полностью выдумал. Он взял реальную фигуру, но изменил. Абдулла ибн Вахаба, который был, испытывал глубочайшее уважение к Абубакру и Умару, потому что они, хариджиты, хорошо относились, очень хорошо относились к первым, думаю, халифам, но при этом враждовал и вывел из Ислама. Назвал неверным Али ибн Абиталь Балей, Салат Ва Салам. Сейф ибн Умар взял эту реальную фигуру, но изменил его, сделал его иудеем и так далее. Потом он придумывал, сделал из подвижника пророка, человека, который принял Ислам во времена Усмара, ну и так далее, и приписал этому человеку эту большую группу людей, которые были врагами аммиадов, которые опозорили аммиадов. Таким образом, вся эта цепочка, я надеюсь, с помощью Бога для вас разъяснилась. Я, по крайней мере, старался, чтобы это сложное сплетение, путаница, которая возникла, чтобы она разъяснилась для вас. И помните, приводил Аммар Ад-Духни, говорил Абдулла Кастэгский от Аммара Ад-Духни, который и так далее, и так далее, что привели к Алибин Абиталь Балей, Салат Ва Салам, человека, которого звали Ибн Сауда, сын чернокожий. Это история Абдуллы Ибн Вахаба. Это его привели к его светлости Алибин Абиталь Балей, Салат Ва Салам, именно Абдуллы Ибн Вахаба. Это правдивая история, но это не иудей, это сподвижник пророка. Это не иудей из Йемена, который принял Ислам во времена Усмана. Это сподвижник пророка, который вышел из религии. Это сподвижник пророка. Вот обратите внимание, это муслим. В муслиме приведено предание от Зейда Ибн Вахаба, который рассказывает об отношениях Алибин Абиталь Балей, Салат Ва Салам, с Абдулла Ибн Вахабом Ас-Саба'и, то есть с Абдулла Ибн Сабом, настоящим, реальным, с Абдулла Ибн Вахабом. Абдулла Ибн Саба, настоящим Абдулла Ибн Саба. То есть это мы видим, что и те предания, которые передавал Зейд Ибн Вахаб, никакой там не Езид Ибн Вахаб, никакой не Салама Ибн Шаба, как говорит этот высокоинтеллектуальный ваххабит. Нет. Зейд Ибн Вахаб передавал именно о нем. То есть Хамид Улясват – это Абдулла Ибн Саба, настоящий Абдулла Ибн Саба, который был сподвижником. Это вы можете увидеть, это предание можно увидеть в муслиме под номером 1066. Вот, пожалуйста. Таким образом, этот вопрос полностью ясен, я думаю, должен быть, несмотря на то, что мы очень долго говорили. Давайте перейдем теперь к рассказам из шиитских книг. Потому что Абдулла Костекский рассказывает якобы из шиитских книг, что и в шиитских книгах подтверждается, что Абдулла Ибн Саба существовал. Но опять-таки мы видим, что мы не отрицаем существование Абдулла Ибн Саба, мы отрицаем существование Абдулла Ибн Саба, который был иудеем, принял ислам во времена Усмана, и так далее, и был из Йемена, и так далее, и так далее, и так далее. Мы это отрицаем, мы такую личность отрицаем. Мы не отрицаем существование человека по имени Абдулла Ибн Саба в истории. Нет, никто этого не отрицает. Нет, этого никто не отрицает. Итак, что же дальше приведет Абдулла Костекский? Это он приводит из шиитских книг. Далее он говорит, что я привожу из шиитских книг. В 293 году умер шиитский ученый. Понимаете, каждый раз складывается такое ощущение, что Абдулла Костекский уже просто физически не сможет, уже просто невозможно пасть ниже. Просто уже такое ощущение складывается каждый раз. Но каждый раз он способен удивлять своей невероятной тупостью. И этого человека вы слушаете, ваххабиты, толпа, вы его слушаете. Анашу Аль-Акпар. Кто такой Анашу Аль-Акпар? Это шиитский ученый? То есть реально, по-настоящему шиитский ученый Анашу Аль-Акпар? Есть такой ученый по имени Анашу Аль-Акпар шиитский ученый? Он говорит, что это шиитский ученый, и приводит от него якобы какую-то историю. Бизнес надо, опять-таки, но мы не будем об этом говорить. То, что он без Иснада приводит, мы требовали у него Иснад, а он приводит без Иснада. Даже если бы Анашу Аль-Акпар был шиитским ученым, он приводит без Иснада. Зачем нам это нужно? Для чего ты это приводишь? Но помимо этого, ты настолько глуп, что приводишь не шиитского ученого и называешь его шиитским ученым. И ладно бы этот шиитский ученый, то есть этот человек, Анашу Аль-Акпар, был бы неизвестным человеком. Он-то известный человек, о нем написаны книги, часто в книгах о нем упоминаются, в самых первейших источниках упоминаются о нем. То есть с чего ты взял, что это шиитский ученый? Ну неужели ты книги не читаешь? Ну конечно же не читаешь. Где тебе книги читать? Друзья, «Магалат ул-Исламиин». Это книга «Магалат ул-Исламиин» Абул-Хасана Аль-Аш'ари, Абул-Хасана Аль-Аш'ари, который известный, выдающийся деятель, исламский, исторический деятель, ученый. У него есть книга «Магалат ул-Исламиин», где он рассказывает о разных течениях, исламских течениях, и о том, каких взглядов эти течения придерживаются. И говоря о му'тазлитах, он говорит следующее. «Фа калят ль му'тазля, куллюха илляннаши, анна ль инсана фаилун мухтисун, ва мухтари». Что все му'тазлиты, кроме наши, кроме нашиа, все му'тазлиты говорят то-то, то-то. Ну не важно, что говорят. Это «Магалат ул-Исламиин», немецкое издание, третье издание, 1980 года, 539-я страница. Опять-таки, друзья, эти все ссылки я выставлю на сайте довода. Можете все эти ссылки, которые мы озвучивали, здесь можете с ним ознакомиться. Итак, мы видим, что это му'тазлитский ученый. «Калят ль му'тазля, куллюха илляннаши». Наши — это му'тазлитский ученый. Это на самом деле не имя, это прозвище «наши». Не только он и другие говорят, «наши ул-Акпар». Здесь говорится, «Абул-Аббас, Абдуллах ибн Мухаммад, аннаши ул-Анбари, аль-Мауруфби ибн Ширшир, аш-Шаир». И так далее, и так далее. «Вахуаннаши ул-Акпар». «Наши ул-Акпар» — это «Абул-Аббас, Абдуллах ибн Мухаммад, аннаши ул-Анбари». Но «Аль-Бида иван-Нигая» — это «Ибн Касир», «Дару Ихья ибн Тарас иль-Араби», первое издание, 1988 года, том 2, 250-я страница. Здесь говорится про ибн Ширшира, это тот самый Абул-Аббас, Абдуллах ибн Мухаммад, аннаши и аль-Мауруфби ибн Ширшир, то есть «Аль-Амбар», «Аслиху мин аль-Амбар», «Аль-Амбари» — это тот самый человек. Что говорит ибн Касир про него? «Каана мутакалли ман мутазильян», что это был мутазилитский мутакалли. Мутазилиты не верят в имамат, у них нет такого убеждения, они шиитами не являются, имамитами не являются. Но остальные источники, которые приводил Абдулла Кастекский, остальные якобы шиитские, шиитские источники, которые приводил Абдулла Кастекский, мы уже разбирать не будем, потому что и так очень долго говорим на эту тему, поэтому на этом закончим. Ну, а судить вам, вам судить, насколько этот человек, Абдулла Кастекский, достоин того, чтобы быть учителем, насколько он вообще заслуживает доверия. Он там записывает свои выступления, шииты, основы шиитов, уже сколько-то, не знаю, более 10 уж точно записал, может 2 десятка, может даже 3 десятка записал и что-то рассказывает. Мы только-только начало его выступления попытались хоть как-то у него выяснить, какие у него источники, на что он опирается в этих своих словах и что он вообще хочет сказать. Он трясется и вообще рассыпался, как карточный домик и превратился вообще непонятно во что, в какое-то жалкое зрелище. Поэтому судить сами, судите, ну неужели мы настолько бездельники, чтобы теперь тратить на него время и разбирать и все остальные его высказывания. Но остальные источники, которые он привел, и шиитских источников, конечно же, мы разберем, но уже в следующий раз. На этом прощаюсь. Ва саламу алейкум ва рахматуллах и ва баракету. Ва саламу алейкум